всем привет подписчики и зрители канала поговорим про озон очередной ролик про этот интернет магазин я его очень люблю очень много там покупаю и это не связано с каким-то лояльным отношением клиентам просто это собственно сервис при помощи которого можно получить доступ к абсолютно разношерстным брендом при том что они могут быть как очень дешевые так и достаточно дорогие премиальные и даже люксовые люксовые а если вообще какая-то вероятность того что мы покупая на озон получаем оригинал ну то есть к чему это я возьмем самый пресловутый пример майкл корс девушки знают этот бренд покупаете его сумку она вам приходит и а что это поделка оригинал очень хорошая копия реплика один к одному что это вообще такое ведь стоимость вроде бы как ну изначальная такая же как и фирменном магазине но потом почему-то скидка 50 60 70 процентов и мы имеем конечный товар за 7 8 9 тысяч рублей иногда имеем сумку за 15 тысяч рублей которая стоила 50 тысяч рублей друзья мои правда ли что фирменная вещь может стоить в три раза дешевле чем официальном магазине я прекрасно понимаю ваш скепсис и вы скорее всего закричите нет неправильно то что ты покупаешь на озон это все паль паленая если хочешь сэкономить и ну грубо говоря быть в числе нищебродов которые покупают подделки иди на рынок вот там таких как ты в очереди стоят становись четвертыми покупает у сумку зачем ты идешь в сервис который не предназначен для продажи люксовых вещей покупаешь игре что у тебя оригинал а если вообще разница между оригиналом и копией и не случайно ставлю вопрос таким образом вопрос ребром поддельный samsung galaxy s 10 от оригинального может отличить почти каждый кроссовки на которых написано абибас отличаются от adidas и все прекрасно понимают что это подделка но если вы покупаете люксовую вещь на которой написано louis vuitton или майкл корс и даже если вы видели оригинал все сходится один в один у вас не остается никаких сомнений в том что вы купили оригинальную вещь нитки не вылезают print если он есть качественный ну где должно быть майкл корс там и написано майкл корс а с чего вообще взяли что тот товар тот эталон с которым вы сравнивали оригинал ну да вы нашли вещь которую вы сейчас купили где-то фирменном магазине за 50 тысяч рублей да вам ее показали как оригинальную как фирменную да вы увидели что у нее есть чехол вы заказываете на озоне вам приходит вещь в три-четыре раза дешевле абсолютно идентичная той которая продавалась в магазине ну ты тупой некоторые из вас завопят в официальном магазине только оригинал там никаких поставок из китая близко нет напрямую приобретаются из италии франции америки или магазина просто выгодно чтобы покупатель думал что товар который он приобретает привезен специально для него из италии из франции и именно этим можно обосновать невероятно высокую стоимость ведь если тебе скажут что завод который вышивает майкл корс соседничает с заводом который делает типа подделку на майкл корс изготавливают и первую вторую вещь абсолютно идентичных материалов и первая вторая вещь изготавливается в китае первое брендируется 2 нет 1 стоит 50 2 стоит 7 друзья мои я не собираюсь никого обелять или очернять оттемнять я не говорю что озон хороший или плохой просто мысль мою пожалуйста внимите и выскажите свое мнение в комментариях я считаю что если вы покупаете товар который заявлен магазином как оригинал и вы понимаете что стоимость за которую вы приобретаете этот товар для вас подъемно вы понимаете что совершаете достаточно выгодную сделку то не задумывайтесь покупаете никто вам никогда не скажет о том что вы купили подделку потому что люди которые экономят на покупках они не общаются в кругу общества где ценят только оригинал и люкс брендов поймите правильно если вы вы хотите louis vuitton сумку которая стоит 150 тысяч рублей за 30 вы никогда не встретите человека который разбирается в том где оригинальный louis а где поддельный более того это все не больше чем психологические моменты потому что и первая вторая вещь отшивается людьми это не какой-то не какой-то засекреченный процесс производства все можно подделать более того у тебя все на руках молния бренд этой молнии откуда закупается там молния есть нитки да можно достать кожа или что там заменитель или какая-то супер натуральная кожа любой материал из которого вещь отшивается его можно достать соответственно можно и подделать и даже человек который вроде бы как разбирается в том где оригинала где подделка скорее всего не сможет отличить эту подделку от оригинала покупайте и не парьтесь да с одной стороны вы мне можете сказать что вот я купил за 10000 то что на рынке стоит 4 такого же качества но психологически то ты купил оригинал за 50 заплатив 10 а если ты идешь на рынок тебе говорят ну 7 ты говоришь дорого те год ну 4 но 3 и ты забрал за 3 забрал за 3 вещь которая даже и близко не относится к тем самым изначальным 50 тысячам потому что ты купил подделку и ты сам прекрасно это понимаешь на подсознании живет мысль о том что ты не сэкономил ты просто совершил покупку она для тебя не выгодно если у тебя спросит от оригинала ли подделка ты что будешь всех об всех обманывать говорит всем что я купил не оригинал в том что не подделка за три косаря нет друг мой ты будешь всем говорит что оригинал но первую очередь обманешь себя поэтому наверное в случае вот именно с конкретным приведенным мной примером относительно таких люксовых брендов покупайте не парьтесь выискивайте выгодные предложения по крайней мере к зону у меня есть определенная степень доверия безусловно мы все знаем для большинство из вас знают из нас знают каким образом работают мошеннические схемы с озон когда получают оригинальный товар с собой принося не оригинальный делают подмену но в пункте выдачи озон соответственно никто и носом не поведет ухо пальцем не шевельнет в том чтобы действительно проверить оригинал ли в коробке да и как ты вообще-то предъявишь собственно ты же не охранник ты жив сидишь на пункте выдачи ни в коем случае этих претензий к пунктам выдачи озон я не имею но такие прецеденты есть и поддельный товар приходит покупателю который заказывал оригинал посмотрев мой ролик получает и видишь что ну вот это и это явно не реплика один в один это явно не оригинал это подделка которая продается за 10000 которая была куплена на рынке за 2 вот к этим вещам нужно относиться внимательно ну а если озон выставляет скидку 70 процентов и продает вам за 10 то что когда-то стоило например там 45 50 тысяч рублей просто внимательно смотрите если вас все устраивает вашем сознании вы купили оригинал друзья мои вот какую такую мысль хотела до вас донести если вы не делали покупок на зону собираетесь сделать промокод для скидки в 500 рублей в описании вводите его и при первом заказе получите скидку а я получу бонусные баллы для мотивации записи следующих роликов о озон спасибо за то что потратили время пишите свое мнение в комментариях друзья мои всем до встречи всем пока